Итак, что мы имеем из нашего алкотеля спустя время? Шум, извините, на кухне. Очень даже все презентабельно. Программ неимоверное количество. Да, и при этом. То есть, в принципе, все даже зашиблись. Сейчас покажу программку, которая ответственна как раз за то, что памяти хватает. Вот Link to SD. С ее помощью как раз можно все переносить на карточку. То есть, видите, да, что она автоматически может все делать. Вот видим, что датчик положения работает. Тут у нас вообще все круто. Тут у нас тоже неплохо. Вот так. В том числе. Продолжение следует. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Определил он, конечно, не по спутникам, а по сотам. Да, кстати, в этой прошивочке интересной есть такая интересная функция. Сейчас увидим. Чего не ожидал, кстати. О, эрро. Честное слово, даже не знаю, что это такое, но я понимаю, что это что-то тоже с A-GPS связанное. Видимо, как когда-то было на HP, на винде, он загружает с сервера данные спутника, чтобы это было шустрее. Сейчас проверим. Поможет это ему или нет? Установлено соединение со спутниками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, короче, не особо помогает на кухне, в помещении. Ну, в принципе, он уже спутники видит, это уже хорошо. Напомню, этот аппарат за счет интернета дает координаты сразу, но соединяется все равно так же, как и все, спустя несколько минут, как минимум. Или спустя полчаса, если плохие погодные условия и малая часть неба открыта, это как максимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что еще могу показать? Вот, кстати, видеоплеер, самый хороший пока из всех мною найденных на данном аппарате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно. А игруха-то как раз, кажись, не пошла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, не, пошла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, короче, понятно, работают и игры, и черти в стульях. Часово, когда покупал, знал, что на процессоре МДК будут проблемы, но пока проблем что-то не наблюдаю. Думал, будет намного хуже. Не хуже Самсунга, который у меня до этого был. Хотя здесь китайозовский процессор, а там вроде типа фирменный. Вот он вам dual-touch в действии. Ой, сори. Вот он, скорость Wi-Fi, которую возможно прокачать. Напоминаю, по тарифу у меня 30-ка в одну сторону и 10, по-моему, в другую. Но это вечерами как раз, в утреннее время больше. Ну, вот нормально, через Wi-Fi проходит. С учетом, что компьютер работает, и часть линии уже загружена. Ну, и самый геморрный вариант. Частоту гонной темы. Вот, 668. Вот мне все-таки интересно, почему пишут 650, если во всех тестилках написано 668. Кто из них прав? Не, ну, фулл это не серьезно, это пипец, это надолго. Одно скажу, тысяча он не набирал. Ничего еще тут полезного. Вот это приложение интересное. Ну, я думаю, посмотреть уже достаточно и понятно. Кстати, необычная вещь. Беспроводная клавиатура. Но у меня ее, само собой, нет. Вот как выглядит звонилка на данном телефоне. Причем можно выбрать, через какую звонить. Что еще? Вот как выглядит диспетчер. Довольно-таки так весело. Все в виде стрелочек открывается. Напоминаю, на мой взгляд, очень шустро работает. По сравнению с тем же Samsung на Cyan, который был разогнан там, думает это на температура. Продолжение следует... А переворачиваться он не хочет? Обиду вас. Автоповорот включен. Может в программе надо? Ну не знаю. Ну и ладно. Ты все время тихо встаешь на шаг. Так что видите, есть шансы без флешплеера смотреть телевизионные каналы. Нужно всего лишь открывать не по той ссылке, которую они предлагают, он сверху, а по любой снизу. Потом нажимаем play. После браузера плеер перехватывает. Вот чем еще хорош этот плеер. Упс. Ну, как видим, не все кодеки он понимает. Ну-ка попробуем через онлайн. Давайте онлайн фиг, он через флеш. Ну-ка, пожалуйста. Посмотрите на эти дыры. Я не знаю. Я улавливаю очень мощную психокинетическую энергию. Это может быть плохо. Я знаю. Ну, что еще есть? Ну, диодной подсветки нет. Зато есть вот. Свечение экрана заметно. То есть он выставляет сразу автоматом на максимум все параметры экрана. Получаем некое подобие фонарика. В принципе, меня даже устроило. Галерея обычная. Как всегда, первый запуск длительный. Я еще не запускал, да еще и тэш недавно почистил. Вы видели. Ну, ладно. Не очень заметно, что они крутятся. Ну, в общем, суть понятна. Еще какое-то приложение связанное с улучшением громкости. Спасибо ребятам, которые делали эту прошивочку. Испанцы они, по-моему. Такое вот они натворили. Скайпе тоже работает. Спасибо, ребята, у нас 4 ПДА объяснили, что не делать, чтобы оно работало. Такой вот калькулятор, который я всем советую. Блин, а вот как переключать его я забыл. А, ну-ка. Такое. Ну и самое главное приложение. 4PDA, позволяющие скачивать оттуда уже как бы крякнутое приложение. Ну и так, все.